Я прививки не боюсь, если надо, уколюсь. А действительно, надо ли? Мнение людей разделилось на два лагеря. Одни считают, что вакцина от коронавируса еще недостаточно изучена и неизвестны ее последствия. Другие же уверены, что это единственно верная панацея на сегодняшний день. В Ульяновской поликлинике номер 2 Центральной клинической медико-санитарной части ежедневно вакцинируют порядка 100 человек. Поначалу люди побаивались сделать прививку, но разум, как говорится, побеждает. Об этом также свидетельствуют цифры статистики мониторинга заболеваемости COVID-19, которые идут на спад. Однако у населения остаются вопросы, с чего начать вакцинацию и куда обратиться. Совместно с информационным блоком правительства Ульяновской области и Министерством здравоохранения подготовили карточки, разместили в социальных сетях. И Центр управления регионом ведет сейчас активную работу по информированию граждан, по выстраиванию алгоритмов вакцинации. В принципе, вот это приоритетная задача в настоящий момент. Карточками называются наглядные информационные материалы в сжатом и доступном формате, рассказывающие о ходе вакцинации, которые размещают в социальных сетях. Если возникают проблемы по записи на вакцинацию, решаются они достаточно оперативно. Две недели назад я записался по номеру 122 по горячей линии на вакцинацию. Об этом увидел в социальных сетях информацию об этом, от Центра управления регионом информацию. И, собственно говоря, позвонил по этому номеру. Меня записали, но произошла небольшая, конечно, техническая неполадка, то, что моя заявка, к сожалению, потерялась. Но, опять же, с помощью социальных сетей я смог решить эту проблему, написав свою историю. В течение двух часов мне перезвонили и, собственно говоря, сегодня я здесь вакцинируюсь. Таких историй, как у Алексея, немного, и в основном они быстро решаемы. Непосредственно придя в лечебное учреждение, каждый пациент проходит маршрут вакцинации, который занимает от 20 минут до часа. Министерство здравоохранения Виланской области разработало алгоритм действия медицинских работников и пациентов. И поэтому на примере сейчас желающего вакцинироваться пройдем все этапы процедуры вакцинации. Первым делом пациент попадает в кабинет оформления медицинской документации перед вакцинацией, где при подозрении на наличие заболеваний коронавирусом ему сделают ПЦР-тест. Здесь пациент заполняет анкету с внесением своих контактных данных, далее информированное добровольное согласие, получает лишь лист маршрутизации и памятку об общих сведениях вакцинации. Далее по маршруту следует посещение кабинета терапевта или врача общей практики, где собирается анамнез текущего состояния здоровья и выявляются возможные риски нежелательных последствий после введения вакцины. После вынесения положительного вердикта врача пациент направляется непосредственно в процедурный кабинет. На этом этапе маршрута заполняются его персональные данные, фиксируется место работы, после чего пациента приглашают на укол. Данные пациента заносятся в региональную медицинскую информационную систему, а также в федеральный регистр вакцинированных от ковид. Затем данные отражаются на портале госуслуг, где для пользователей становится доступным дневник самонаблюдения. По окончании периода вакцинации есть возможность распечатать прививочный сертификат, которым можно будет воспользоваться, к примеру, при поездке за границу или при прохождении медицинского осмотра для трудоустройства. И вот уже пациент выходит на финишную прямую первого этапа вакцинации. Его приглашают в кабинет медицинского наблюдения. Это комната медицинского наблюдения. В течение 30 минут пациенты наблюдаются медицинским работникам. Здесь находится противошоковая аптечка, и поэтому в результате, если возникнут какие-то осложнения, мы можем оказать медицинскую помощь. На всем этапе маршрута вакцинации наша съемочная группа общалась с популярной ульяновской радиоведущей Зули Ахметовой. Она пришла на прививку вместе с мужем. Семья Ахметовых считает своим долгом в первую очередь обезопасить свое окружение и близких людей. Я чувствую себя великолепно во всяком случае сейчас, но нужно просидеть вот в этой комнате медицинского наблюдения сразу после прививки еще минут 30-35. Я аллергик, и я просижу все 40, и мужа своего от себя тоже не отпущу, потому что он тоже у меня страдает аллергическими реакциями. Почему я сделал прививку? Потому что, в общем-то, по роду своей работы я много общаюсь с людьми. То есть у меня есть университетские классы, с которыми я работаю в педуниверситете, у меня есть учителя, с которыми я постоянно общаюсь. И я бы не хотел стать источником заболевания для своих коллег и для детей. И именно по этой причине я и принял решение вместе с своей супругой делать прививку. Массовая вакцинация против коронавируса началась в январе текущего года. Она состоит из двух этапов с интервалом введения вакцины «Спутник Ви» в 21 день. На фоне прививания населения отмечается спад числа заболеваемости в нашем регионе. Мы будем следить за развитием событий. Антон Никонов, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.